Число трамваев с валидаторами может увеличиться. В августе этого года их установили в трамваях пятого маршрута. Система появилась благодаря проекту по внедрению передовых технологий «Умный город». Теперь две трети пассажиров оплачивают проезд на входе самостоятельно, и только одну треть обелечивает кондуктор. При этом пока есть те, кто платит за проезд наличными кондукторам, найдется работа, говорят в департаменте транспорта. Будем подбирать, на каких маршрутах еще это можно внедрить. Скорее всего, это тоже будут вот такие магистральные, которые проходят через весь город, так аж как и пятерка. И практику эту будем потихонечку распространять, потому что она себя оправдала, она показала себя положительной. Ни одного у нас отрицательного отзыва нету от пассажиров. Напротив, мы видим по статистике, что это все востребовано, полезно и во благо идет. Еще одна система, которая зарекомендовала себя, это автоматическая система управления дорожным движением. Сейчас умными светофорами оборудовано более 50 перекрестков на Новосадово и Московском шоссе. Их установили в 2018. За это время система увеличила пропускную способность главных магистралей на треть. Установить умные светофоры планируют на Победе, Старозагорье, Гагарина, Дыбенко и проспекте Кирова. Подключат к ОСУДД и перекрестки Фрунзенского моста, которые планируют достроить до конца этого года. Умный город – это цифровизация городского пространства, автоматизированная система управления в комплексе с теми программами, которые планируются в рамках проведения умного города. Она позволит расширить возможности этого умного города, обеспечить достаточную транспортную доступность. Еще одна часть проекта «Умный город» – обновление приложения «Прибывалка». Оно позволяет узнать расписание общественного транспорта в режиме онлайн. Программа за пять лет существования успела зарекомендовать себя с положительной стороны. Ежедневно ей пользуются около 250 тысяч самарцев. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События.